Привет, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу как слегка повести FPS в Quarry, а также избавиться от лагов и фризов. Сделаем небольшую настройку графики в самой игре, а далее уже с помощью конфига мы сможем ее донастроить под себя. Ну и конечно же сделаем небольшую оптимизацию нашей системы. Работает как на десятке, так и на одиннадцатой версии винды. Еще же где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть офис или вообще антивирус. Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с кличкой будет в описании. Первое что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем Escape, настройки, переходим на вкладку графика, режим экрана, ставим полный, экран. Разрешение по соотношению к твоему монитору. Если у тебя очень слабая система, существует народный проверенный метод. Это понижение разрешения, просто понижаешь его на один пункт ниже. Либо же ставишь 1280 на 720. Картинка конечно же ухудшается, играть невозможно, но зато FPS более миллиарда. Вертикальная синхронизация. По желанию я обычно отключаю. Качество сглаживания. Разница между средняя, высокая и ультра, ровно 1-2 кадра. Если ПК у тебя слабенький, ставишь средняя. Если ПК средний и выше, высокая либо ультра. ССАО тоже самое, кушает 1-2 кадра. Лично я оставляю включенным. Качество текстур. Тут уже есть хоть какая-то разница. Если сравнить низкая и ультра, разница около 6 кадров. Но если сравнить низкая, средняя и высокая, по-моему 0,5 может быть 1 кадр кушает. Поэтому если ты ставишь выше, чем низкая, я рекомендую либо высокая, либо ультра. Ставить средняя вообще нет смысла. Качество теней. Кушает очень много фпс. Разница между обычная и ультра около 30 кадров. Между обычная и высокая 15-20. Для слабых систем мы конечно же ставим обычная. Для средних и выше можешь посмотреть как будет работать на высокая. Потому что в этой игре мне кажется тени все-таки играют большую роль. Поэтому посмотри как будет именно работать на высокая. Глубина резкости. Тут по желанию качество эффектов. Разница между низкая и ультра около 3-5 кадров. Я оставляю на высокая. Качество растительности. Разница между низкая и высокая около 6-7 кадров. Что интересно средняя и высокая по фпс вообще разницы нет. То есть картинка меняется, а фпс нет. Поэтому если ты ставишь снова же выше, чем низкая, то средняя пропускай. По сути оно вообще не нужно. Ставишь высокая. Для слабых систем конечно же ставим низкая. Сохраняем настройки и летим делать небольшую оптимизацию нашей системы. После того как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 4 папки. Конфиг для разных систем. Настройка видеокарты. Очистка. И твики реестра. А также приложение MSI Mod. Будем использовать чисто для видеокарты. И схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Открываем команду. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm. Копировать. pkm на пуск. Windows PowerShell Administrator. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Открываем ярлык схема питания. Показать доп. схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Если вдруг тебе нужно будет ее удалить, нажимаешь настройка схемы электропитания. И удалить схему. Окей. Открываем папку config. Здесь у нас находятся три папки. Для очень слабых пк. Для слабых пк. И для средних и выше пк. Выбираешь тот, который ближе к твоей системе. Нажимаем поиск. Пишем. Процент. AppData. И процент. Открываем папку. Переходим на AppData. Local. Опускаемся в самый низ. И находим папку The Query. Saved. Config. Windows No Editor. И здесь у нас находится Game User Settings. Перед тем, как делать замену, я рекомендую сделать бэкап. Нажимаем pkm. Копировать. Пкм на рабочем столе. И вставить. Выбираем теперь config. Я буду использовать для средних и выше пк. Нажимаем pkm. Копировать. Пкм. И вставить. Заменить файл. Теперь открываем Game User Settings. С помощью блокнота, конечно же. Если вдруг ты поставил config для средних пк. И тебе нужно еще больше фпсов. У нас здесь есть Resolution Quality. Обычно этот параметр очень сильно ухудшает картинку. И делает ее максимально мыльной. То есть если ставить 70% и ниже, играть уже невозможно. В этой игре работает как-то по-другому. Я ставил 70% и в моем случае игра выглядит очень даже неплохо. Честно, особой разницы я не заметил. А фпс прибавилось почти на 30 кадров больше. Поэтому тут можешь поиграться, посмотреть. Для слабых систем можешь ставить 70% смело. Для средних и выше ставишь сначала 90. Где-то кадров 5-10 будет выше. Если мало, ставишь 85 или 80. И так далее. View Distance Quality на фпс, как я посмотрел, не очень влияет. Но можешь поставить на единичку. Чтоб не было сильных просадок в таких более серьезных сценах. Shading Quality тоже самое. На фпс, по-моему, 1-2 кадра. Все остальное настраивается с помощью настроек в игре. То есть, допустим, ты ставишь Shadow Quality в игре Ultra. У тебя здесь поднимется на 4 либо 3. И это касается всех остальных параметров. Нажимаем файл и сохранить. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае я купил игру за корсарские рубли. Поэтому открывая папку The Quarry, далее BinaryS, WinShare 4. И находим приложение The Quarry, WinShare 4, Shipping. Нажимаем Pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокого DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Теперь нам нужно скопировать путь к самому приложению. Нажимаем верхнее окно, Pkm, копировать. Возвращаемся в наш конфиг. Находим аппаратное ускорение. Если твоя система поддерживает аппаратное ускорение, можешь его в принципе включить. В основном эта функция повышает производительность во многих играх. Но конечно же не забудь перезагрузить свою систему после всех этих настроек. Нажимаем Обзор. Вставляем наш скопированный путь. Выбираем The Quarry, WinShare 4, Shipping. Добавить. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Либо же там где указана твоя видеокарта. Если это ноутбук. Если у тебя две видеокарты, то та которая тебе сейчас нужна именно для игр. И нажимаем Сохранить. Нажимаем Pkm на пуск. Диспетчер устройств. Находим системное устройство. А опускаемся слегка вниз. Далее высокоточный таймер событий. Нажимаем Pkm и отключить это устройство. При желании можешь отключить высокоточный таймер событий в самом биосе. Нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Настройки. Переходим на создание клипов. Если у тебя галочка стоит на записывать в фоновом режиме, обязательно ее убираешь. Она кушает неплохо FPS и нам это не нужно. Далее нажимаем закрыть и закрыть. Теперь то, что касается настройок видеокарты. Переходим в наш архив. Настройка видеокарты. NVIDIA GeForce. Открываешь первый подпункт драйвера. Качаешь последнюю версию драйвера для своей видеокарты. И перезагружаешь свой ПК. После этого открываем NVIDIA Driver Settings. То есть у нас открывается панель управления NVIDIA. Переходим на регулировка настройки изображения. Ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок влево. Переходим на управление параметрами 3D. И здесь сделаем пару штрихов. Некоторые плачут, говорят, что зачем я ставлю галочку на производительность, а потом делаю настройку, типа смысл. Во-первых, это ускоряет время, чтобы здесь лишний раз не клацать ничего. Во-вторых, у нас отключаются некоторые параметры. Допустим, антистропная фильтрация. Я ее использую в играх, она по дефолту отключается. Поэтому смотри сам. Если у тебя система слабая, отключаешь. Если более мощная, ставишь управление от приложения. То есть в самой игре сам настроишь. Поставишь X8 или X16. Либо вообще отключишь. То же самое касается и вертикальный синхроимпульс. Мне он иногда нужен. Поэтому я оставляю использовать настройку 3D приложения. Ты же можешь отключить. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Частота обновления твоего экрана. Высшая доступная. Размер кэша шейдеров. Если у тебя много игр, ставишь 10 ГБ. Если ты играешь в парочку игр, уставляешь по умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Для Quarry мы, конечно же, отключаем. Потому что лишние кадры может кушать. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Опускаемся в самый низ. Находим фильтрация текстур качества. Здесь выбираем высокая производительность. Айзотропная оптимизация и трилинейная оптимизация. Включить, включить и разрешить. Нажимаем применить. Переходим на настройки Surround. Здесь нас интересуют настройки Physics. Если твоя видеокарта в разы мощнее, чем процессор, выбираешь свою видеокарту. Если наоборот, либо ты не знаешь, что именно у тебя мощнее, ЦП, либо ГПУ, тогда оставишь автовыбор. Настройки для видеокарт от AMD. Открываем папку AMD Radeon. То же самое. Первый подпункт. Качаем последние рекомендованные драйвера для твоей видеокарты. Делаем установку драйвера. Во время установки выбираешь Minimal Install. И открываешь AMD Driver Settings. У тебя откроются настройки Radeon. И делаешь саму настройку с помощью этих картиночек. По сути, здесь ставишь Киберспорт, Производительность и отключаешь уровень теселяции. Все. Настроек мало, тут нечего делать. Есть у тебя видеокарта от Intel. Открываешь Intel Settings. И то же самое. Делаешь настройку. Картинки есть. Открываем папку Очистка. И наша задача очистить нашу систему от кэша, логов, мусора и так далее. Два раза лкм на Delete Temp. Выделяем все это. Нажимаем Pkm. Удалить. Возвращаемся назад. Delete Temp Files. Выделяем Pkm. Удалить. Нажимаем Отмена. То, что не удаляется. И, конечно, очищаем нашу корзину. Далее, Disk Cleanup. Выбираем Disk C. Окей. Очистить системные файлы. Окей. Ставишь везде галочки. И нажимаешь ОК. В нашем архиве находим MSI Mod. Pkm. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Приоритет выбираем High. И нажимаем Apply. И просто закрываем. Открываем папку Twiki. Реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? В папке бэкап файлов реестра я оставил 2 текста документа. Либо в картинках. То есть, как, что делать. Все довольно-таки легко и просто. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Как мне писали люди, около 15-20 кадров повышается после отключения Xbox DVR. Нажимаем Pkm слияние, GameDVR 2 Pkm и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. То и запускаешь, как обычное приложение. Отзывчивая систему Pkm слияния, сетевой троттлинг Pkm слияния и системный приоритет тоже Pkm и слияние. Допустим, если ты активировал эти файлики и тебе нужно будет вернуть назад Xbox GameBar, можешь либо использовать их документ для рукавших, либо восстановить с помощью, как я указал в картинках, либо же у нас есть вот бэкап напрямую тоже Pkm, слияние и так далее. Потому что твики реестра могут сделать как лучше, так и хуже. Для этого мы и делаем бэкап. Теперь находим Xbox GameBar. Нажимаем 2 раза LKM. Xbox GameBar мы отключаем. Игрой режим мы оставляем включенным. Записи. Все, что здесь у тебя будет указано, все это отключаешь и ставишь на максимально низкое значение. Ты сделал активацию файлов реестра, мое упочтение. У тебя будет так же самое, как и у меня. Переходим на главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Либо используем, но крайне-крайне редко. Допустим, Xbox, Xbox GameBar, калькулятор, камера, карты и многое-многое другое. Все это можешь спокойно отключать, можешь не переживать. Они будут работать без проблем. Допустим, ты отключишь параметры, ты их запустишь и они запустятся без проблем. Просто они фоном не будут нагружать твою систему. Допустим, вышел какой-то апдейт на какую-то игру, телегу, туда-сюда у тебя низкий FPS, либо поднимается пинг. Нам это не нужно, поэтому можем смело все это отключать. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.